Добро пожаловать в электронный чат. Если раньше в процессе обучения школьников наличие телефонов и других гаджетов в классах учителя не приветствовали, то теперь наличие компьютера, смартфона и веб-камеры фактически обязательное условие для успешного дистанционного образования. О том, как адаптируются мальчишки, девчонки, а также их родители к новым реалиям. Дмитрий Белькевич. Вот так сейчас выглядит обычный класс одного из новосибирских лицеев. За партами никого. Все дети сейчас находятся по ту сторону экранов компьютеров на дистанционном обучении. Привычные тетрадки, дневники и классную доску сменили электронные чаты, а общение с преподавателем осуществляется через веб-камеру. Уроки проходят на онлайн-платформах, специально предназначенных для такого обучения. Отметки присутствия на занятиях делают по иконке на экране монитора. Камера включена, значит ученик на месте. Мы рекомендуем в пижаме не заниматься. То есть мы с родителями уже обсуждали этот момент, что ребенок должен быть одет пусть не в деловом стиле, но вот в стиле кэжуал, чтобы не в домашней одежде он присутствовал на уроке. Но потому что иначе, да, действительно у них вот такой стиль пижам, и он их расхолаживает. Дисциплина школьников также на контроле. Правда, насколько это позволяет формат удаленной работы. Это действительно проблема, но мы это решаем еще на одном стороннем ресурсе. Я выкладываю задания в Moodle, и мы решаем на ресурсе, допустим, решу ЕГЭ. А созданные мной тесты не подразумевают, что они могут подсмотреть до тех пор, пока я ее не проверю, эту работу. А друг у дружки, они же могут списывать, да, таким образом, дистанционно? Ну, мы 11 класс, мы очень ответственные, у нас ЕГЭ, мы так не делаем. Ребят, вы списываете друг у друга? Нет. Детка нет. Нет, вот видите, дети нет. Примечательно, что дети быстро адаптировались к новому формату обучения. Ребята вот уже прошли три синхронных урока, они справляются, то есть могут поднимать руку, у них уже получается отвечать, получается интерактивную обратную связь осуществлять в программе. Ну, то есть, некоторые, конечно, есть у нас технические моменты, технические накладки, бывает, и с электронной школой иногда это происходит, ну, вот и у кого-то там не соединение не очень устойчивое. По словам преподавателей, больше вопросов сейчас не к ученикам, а к технике. К слову, далеко не каждая семья способна обеспечить ребенка необходимым оборудованием. Поэтому, наряду с онлайн-обучением, задания школьникам передают по телефону. Понятно, что проблем очень много, понятно, что висят электронные платформы обучения, очень часто зависают инструментальные платформы, на которых идет видеоконференц-связь и так далее. Очень часто почтовые файлообменники не справляются с теми объемами информации, которые проходят сегодня по сетям из-за того, что вся страна занимается на дистанционной основе. Но, тем не менее, я думаю, что первый день показал, что в целом процесс так или иначе пошел. Весенние каникулы закончились в 944 школах региона, остальные 34 выйдут с каникул 10 апреля. При этом малокомплектные и сельские школы могут приступить к урокам в обычном, очном режиме. Все будет зависеть от эпид-обстановки. Дмитрий Белькевич, Александр Егоров, Новости ОТС.